Здравствуйте! Я с вами Ира Мещук и вы на канале Ира Готовит. Готовить я сегодня буду майонез. Домашний майонез. Скоро новогодние праздники. И как же нам без майонеза? Никак. Вкуснейший оливье. Потрясающая селедка под шубой. Фаршированные яйца. Везде нужен майонез. Такие наши праздники и новогодние. И хочется, чтобы этот майонез был более полезный. И приготовлю сегодня два вида майонеза. Один на основе подсолнечного масла. Один на основе оливкового масла. Вот в такую чашу вливаю 200 мл оливкового масла. Сюда же одно яйцо. Ложечку сахара. Четверть чайной ложки соли. Лимонного сока. И чайная ложка горчицы. У меня чижонская, французская. Можете взять какую угодно. Добавлю щепоточку перца. Две щепоточки. Погружной блендер вставляю прям до самого дна. Вот так вот. Главное его не поднимать без надобности. Поехали. Густой при густой. 200 мл подсолнечного масла. Одно яйцо. Чайная ложка лимонного сока. Чайная ложка сахара. Четверть чайной ложки соли. Немножко перчика. И чайная ложка горчицы. Получилось примерно 214 грамм майонеза. Приготовила два вида майонеза. Это оливковый. Вот у него как раз цвет такой оливковый. Насыщенный, красивый. А это на основе подсолнечного масла. Вот он больше похож на майонез, который как провансаль. Попробую на основе подсолнечного масла. Очень нежный, вкусный, насыщенный. Очень подойдет для оливье. И для селедки под шубой тоже. В любом случае подсолнечное масло нужно брать высокого качества. Это очень важно для вкуса майонеза. Оливковый. Попробую. Вау! Он такой прям очень насыщенный. Очень вкусный. Очень такой... Я бы его все-таки взяла для фаршированных яиц. Для чего-то, где нужно, чтобы был майонез выраженного такого вкуса. Замечательно. Даже для каких-то намазок я бы взяла его. Замечательно. Очень вкусно. Мы начали готовиться к Новому году. С майонеза. Подписывайтесь на мой канал. Звените в колокольчик. Делитесь моими видео. Люблю вас. Пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует...